Здравствуйте. Я, знаете, без вступительных слов, давайте прямо поговорим. Я постараюсь ответить на те вопросы, которые вас интересуют. Прошу вас. Если позвольте, радиостанция Вести ФМ, Майяк, Валерий Санфиров. В этом году впервые с темы саммита Большой Двадцатки, ключевые темы были близки в прикладном плане темам, которые актуальны для внутриэкономической ситуации. Это построение инновационной экономики, доступ к новым технологиям, вообще к технологиям, справедливая торговля, новая финансовая система, вообще финансовая система. Не могли бы вы рассказать, как проходила дискуссия с вашими коллегами в Ханчжоу по этим темам, и что это было больше, упражнение в красноречии, как вы здесь сказали, или если уже это будет иметь какое-то прикладное значение для России? Я шутил, когда говорил об упражнениях в красноречии, я имел в виду внешнеполитическую сторону дела и взаимоотношений. Что касается работы, то она была вполне серьёзной, содержательной. Действительно, это отражало интересы всех стран Двадцатки, в том числе и России. В этом году по предложению китайской стороны мы сосредоточились на ключевых вопросах сегодняшнего дня. Какие они? Первый вопрос – как обеспечить темпы экономического роста? Ясно, что вчерашние инструменты, в общем, они, надеюсь, не заживели окончательно, но тем не менее эффекты не дают, имея в виду инвестиции, которые сдержаны, имея в виду торговлю, которая не растёт и некоторые другие компоненты. Поэтому китайские наши партнёры, друзья, обратили внимание на те источники роста, которые считаются наиболее перспективными в долгосрочном ключе. Какие это? Это прежде всего инновации, инновационное развитие. Вот на этом они внимание сосредоточили. Мы считаем, что это очень важно. Очень важно, что была зафиксирована необходимость обмена информацией, передачи информации и так далее, и так далее. Научное сотрудничество при информационном обеспечении цифровом имеется в виду, здесь под этим многие понимают обеспечение интересов людей, которые эти инновации генерируют. Это прежде всего цивилизованная патентная защита. Это первая составляющая. Там много компонентов, но это как бы как направление. Второе – это впервые тоже мы говорили и зафиксировали в документах, начали говорить и зафиксировали. Это начало этой дискуссии, по сути, в документах. Создание правил, единообразно понимаемых правил в сфере инвестиционной деятельности. Ну и третье – был продолжен разговор об обеспечении принципов развития, целей развития с набором необходимых компонентов для достижения этих целей. Что я считаю для нас тоже было важным и полезным, это то, что были продолжены дискуссии и подтверждены выводы, которые мы в свое время сделали во время председательствования в отсадке в 2013 году в Петербурге. Речь идет о борьбе с уходом от налогообложения и сокращением налогооблагаемой базы. Вот это все было в центре внимания, это зафиксировано. Были вещи, которые не лежали в центре, но тем не менее, я считаю их не менее важными. Например, обсуждали проблемы и вопросы, которые мешают развитию вообще. Ну, что это за вопросы, они все хорошо известны. Это неконтролируемая миграция, это региональные конфликты, это терроризм, это необходимость борьбы за сохранение окружающей среды и так далее. Вот такие направления, и все это изложено в материалах и документах. Япония по-прежнему играет за членом Сен-Йорки. И как вы считаете, совместная позиция Сен-Йорки о Украине может мешать улучшение демостральных отношений с Японией? И оцениваете, как вы оцениваете то, что премьер-министр Абе пригласил вас не в Токио, не в Исэшима, но в Ямагучи? Не надо искать каких-то проблем в наших отношениях в связи с этими вопросами, о которых вы сказали. У Японии особое отношение с Соединенными Штатами, и дело не в том, что она член Семерки, и дело в том, что она действует и выверяет свою внешнеполитическую позицию, в значительной степени ориентируясь на мнение своего стратегического основного главного партнера Соединенных Штатов. С этим связаны были и ограничения в наших контактах в предыдущие год-полтора. И для нас это было странно, потому что Япония вроде бы заинтересована в развитии диалога, особенно по мирному договору и по решению других вопросов, которые связаны с этим, наша дискуссия по территориальным вопросам, но по инициативе японской страны такие контакты были прекращены фактически. Но сейчас мы вернулись на застол переговоров, мы работаем над этим. Более того, на мой взгляд, премьер-министр Абе выступил с очень интересными инициативами, когда приезжал в Сочи, он предложил нам подумать и разработать 8 основных направлений нашего взаимодействия в экономической сфере. Я полагаю, что это чрезвычайно важно для того, чтобы решить не только насущные экономические задачи, перед которыми стоят наши страны, но и для того, чтобы создать условия с целью решения других вопросов, в том числе и политического характера. Может ли или не может ли помешать позиция Японии по Украине? Нет, не может. Ничего здесь такого. Мы не видим, что мешало бы нашим взаимоотношениям. Хотя мы с премьер-министром это обсуждаем, он эту тему поднимает, я ему разъясняю, рассказываю о том, что там происходит. Но, собственно говоря, мы здесь проблем, во всяком случае, пока никаких проблем не видим. А вот создание благоприятных условий для решения любых вопросов, в том числе и по заключению мирного договора, чрезвычайно важно. Мне совсем недавно кто-то вспоминал наши взаимоотношения с Китайской Народной Республикой, с решением, правда, не территориальных, а просто чисто пограничных вопросов. Но я вот тогда сказал, сейчас могу повторить, мы 40 лет вели переговоры с Китаем по пограничным вопросам и смогли их решить. Но на основании чего? На основе того, что у нас была достигнута к моменту заключения этих договорённостей, очень высокая степень взаимного доверия и сотрудничества. Отобрал уже. Кто первый стал, того и тапочки. Спасибо большое. Александра Колесниченко, аргументы и факты. Удалось ли вам продвинуться вперёд по ситуации в Сирии на переговорах с президентом США? Ту же тему вы обсуждали, насколько я понимаю, на переговорах с президентом Турции. Ясны ли для вас цели Турции в Сирии? Не получится ли так, что турецкие войска зайдут на территорию Сирии и там останутся? Спасибо. Мы не можем быть уверены ни в чьих целях, стопроцентно и окончательно. Но диалог у нас идёт по этим вопросам, по вопросам Сирии, значит, и с турецкими партнёрами, и с американскими. Мы ничего не поддерживаем, поддержать не можем из того, что противоречит международному праву. Это первое. Второе. Несмотря ни на что, у нас есть определённое сближение оппозиции и понимание, что мы могли бы сделать для разрядки ситуации в Сирии и поиска взаимоприемлемых решений. Не считаю себя вправе сейчас говорить об этом окончательно, потому что Госдеп и наше Министерство иностранных дел дорабатывают некоторые наши предварительные договорённости. Но мне кажется, что мы на правильном пути и могли бы, во всяком случае, на какой-то период времени договориться о том, чтобы предпринять взаимно, хочу это подчеркнуть, энергичные попытки ситуацию в Сирии оздоровить. Разумеется, мы должны будем проконсультироваться и с сирийским правительством, должны будем проинформировать других наших партнёров, в том числе Иран. Можно я продолжу немножко? Был ли для России неожиданным недавний ввод турецких войск в Сирию, и у вас уже вторая за месяц встреча с президентом Эрдоганом? Как вы в целом оцениваете ход реанимации восстановления двусторонних отношений? Спасибо. Что касается неожиданностей, то у нас для этого и существует в Министерстве иностранных дел специальные службы, чтобы у нас было поменьше неожиданностей. В принципе, мы понимали, что происходит, куда дело идёт, что же, видно же, передвижения видны, и стремления, и проблемы видны, которые возникают, скажем, у той же Турции в связи с событиями в Сирии. А у него возникают такие проблемы, я думаю, что не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять, какие. Мы это всё прекрасно видим, и по большому счёту никаких неожиданностей здесь для нас нет. Хотя, повторю ещё раз, мы не приветствуем никаких действий, которые противоречат нормам и принципам международного права. Что же касается восстановления наших двусторонних отношений, то работа идёт, работа идёт по плану, не так быстро, как бы хотелось нашим турецким партнёрам. Ну, и мы хотели бы, может быть, побыстрее всё это делать. Знаете, когда мы что-то ломаем, это всегда быстро, восстанавливать всегда сложнее. Это требует определённых процедур, связанных с решениями правительства, связанных, допустим, с работой наших фитосанитарных учреждений и так далее, и так далее. Но работа двигается. Самое главное, что у нас создана база для восстановления полноформатного сотрудничества. Этой базой является и то обращение, которое было сделано турецким руководством к нам с извинением по поводу событий трагических, произошедших с нашим самолётом и с гибелью нашего лётчика. Это связано с тем, что в Турции, как вы знаете, арестован пилот, который нанёс удар по нашему самолёту, арестован и человек, который, находясь на территории Сирии, стрелял по нашим лётчикам, которые катапультировались. Вот сейчас мы слышим, что этот инцидент произошёл вообще без всяких санкций турецкого руководства с целью осложнить наши отношения с Турцией. И сделали это те люди, которые позднее пытались совершить государственный переворот. Мы этого не знаем, мы ждём расследований, которые проводятся турецкими властями. Во всяком случае, мы видим желание, стремление турецкого руководства восстановить российско-турецкие связи. А что касается народа Турции, я думаю, что любой обыватель видит, что народ Турции приветствует это восстановление. И много очень людей, тысячи, сотни, а может быть миллионы людей и в нашей стране, и в Турции искренне хотят восстановления российско-турецких связей. Владимир Владимирович, одна из интересных тем, вот это саммит, это встреча на полях с вашим американским коллегой Бараком Обамой. Сирийский трек уже был затронут вами сейчас, вы ещё обсуждали Украину, какие ещё темы вы обсуждали? Ну, как вообще прошла встреча, затрагивалась санкционная какая-то тематика? Вот об этом событии расскажите, пожалуйста. Ну, да, санкционная тематика затрагивалась, но вскользь. У меня ничего так подробного мы не обсуждали, да я ещё не вижу смысла обсуждать какие-то вопросы подобного рода. Это не наша инициатива была вводить вот эти ограничения. Думаю, что, видимо, это дело будущего, обсуждать эти вопросы, если мы до обсуждения дойдём. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдёт, и нормализация, полноформатная нормализация отношений, в том числе и с Соединёнными Штатами, которые, безусловно, для нас являются очень важным партнёром, она произойдёт. Хотя торговый оборот с Соединёнными Штатами, можно сказать, что минимальный. Он был-то всего 28 миллиардов, а сейчас опустился от 20 вообще. То есть, если честно сказать, большой ценности торгово-экономической связи, чисто торгово-экономической связи со Штатами для нас не представляют. Что касается ограничений в сфере технологий, то они всегда и были. Какумовских списков фактически никто и не отменил. Там потом списки сократили, формально их убрали, но ограничения были сохранены даже в самые лучшие времена, начало и середина 90-х, когда у нас вроде бы ничего не предвещало ухудшения. Но даже тогда действовали ограничения. Но сегодня они их просто чуть-чуть увеличили, не принципиально абсолютно. Но это ненормальное сегодняшнее состояние. И мы за то, чтобы восстановить в полном формате отношения с Соединёнными Штатами. Что же касается тем, которые мы действительно обсуждали. Первая тема – это Сирия. И о возможном нашем сотрудничестве на этом направлении. А мы и США, и Россия заинтересованы в борьбе с терроризмом. И мы чувствуем, я во всяком случае чувствую заинтересованность президента Соединённых Штатов. Мне кажется, что он абсолютно искренне стремится к достижению результата в борьбе с терроризмом и к разрешению сирийского конфликта. Ну и второе, конечно, говорили о разрешении ситуации на Украине. — Владимир Владимирович, Егор Сазаев-Гурьев. Разрешите уточнить по взаимоотношениям с Японией. На пленарном заседании в Владивостоке Синдзаба довольно эмоционально, перейдя даже на «ты», призывал вас принять историческое решение, взять на себя ответственность. Имел в виду, безусловно, территориальная проблема. У обоих сторон разные взгляды. И вот когда вы обсуждали, что хочет Япония и на что готова пойти Россия, где вот эта красная линия в отношении Южных Курилл? — Давайте не будем искать красных линий, давайте будем искать не идти не в тупики, а будем идти по улицам, которые открывают движение, причем движение в обе стороны. Что касается обращения на «ты» по именам Масинзу на «ты». Вообще, вот в нашем обычном режиме, он меня называет по имени, я его по имени, мы на «ты». Он говорил, вы сказали, эмоционально, но он вообще яркий политик. Он яркий политик и блестящий оратор, он умеет говорить. И вот проявил себя в таком виде на встрече во Владивостоке. Но в данном случае ценность его появления и выступления не в этом, а в том, что он продолжил реализацию своих идей по поводу вот этих восьми направлений нашего взаимодействия. Мы дополнительно об этом говорили, наметили определенные планы и шаги по движению для достижения этих целей. Это очень интересно, не секретно, время не охота терять, посмотрите, что предлагается. Что касается красных линий, то, повторяю, здесь не нужно говорить о красных линиях. Мы ведь вернулись к этим переговорам, я уже много раз говорил. Я могу напомнить, это тоже договор несекретный 1956 года. Советский Союз получил эти территории как результат Второй мировой войны. И эти результаты зафиксированы в международных правовых документах. Но сам же Советский Союз в 1956 году, после достаточно длительных и упорных переговоров, подписался в Японии договор, в котором написано, по-моему, в статье 9, надо просто проверить, я не помню, могу ошибиться, в статье 9 написано, что два южных острова передаются японской стороне. Два. Передаются. Но поскольку здесь не все юристы, я могу сказать, что я как юрист, особенно человек, который занимался международным правом, правда, в основном я занимался международным частным правом, но тем не менее, я вам могу сказать, что написано, передаются, но не написано, на каких условиях передаются, чей суверенитет сохраняется. Здесь много еще вопросов, которые требовали даже после подписания договора 1956 года дополнительных уточнений. Но после подписания и после ратификации, что чрезвычайно важно, японским парламентом и Верховным Советом СССР, японская сторона от выполнения этого договора отказалась. Ей показалось, что этого недостаточно. Японские партнеры решили, что они должны претендовать на все четыре острова, и договор, по сути, ни одна из сторон не выполняла. Он просто завис. А потом и Советский Союз объявил, что не собирается его выполнять. Позднее японцы попросили вернуться к обсуждению. Мы согласились, начали. Ну вот это вот в таком состоянии находится. Почему я вспомнил про договор 1956 года? Советский Союз получил, Советский Союз готов был два острова вернуть. Повторяю, непонятно, на каких условиях там это не написано, но вернуть. Там есть вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, с проблемами безопасности, там их много. Есть и вопросы гуманитарного характера. Все это находится в сфере нашего внимания и рассмотрения. По БРИКС хотелось бы вопрос задать. Максим Додонов, телеканал «Звезда». Вот в этом формате встречались сейчас на полях двадцатки. Стабильные ситуации в экономике и в политике в странах БРИКС. Но есть исключения. Вот если говорить, в частности, о Бразилии. В этой связи комфортно ли сейчас общаться, планировать что-то на будущее, обсуждать какие-то важные моменты, с чем мы едем в Индию, и какова, собственно, повестка будет. И поскольку такое немножко неформальное общение, чуть-чуть к Абаме, позвольте вернуться. Говорилось о том, что он инициативу проявил, встретиться с вами. Вот когда он проявил эту инициативу? На каком этапе вчерашнего дня он подошел к вам и предложил встретиться? И когда сегодня вы выходили из зала, вы посмотрели на часы. Говорит ли это о том, что пообщаться удалось дольше, чем предполагалось? И продуктивнее, может быть. Спасибо. Вы знаете… Значит, по поводу часов, по поводу, когда кто подошел. Я даже не фиксирую на этом свое внимание. Какая разница? Лавров подошел, по-моему, сначала. Или Ушаков сказал, что американская страна хотела бы встречу организовать. Когда они сказали, когда они договорились. Понятия не имеют. Да и какой-то значения не имеют. Подошел, сказал, хотят, мы встретимся. Причем же мы должны уклоняться от этих контактов прямых с одним из наших ключевых партнеров в сфере безопасности. Да и по другим вопросам у нас много пересекающихся интересов. Поэтому я не помню, когда там… Ну, вчера где-то нам на ногах мы перекинулись двумя словами и подтвердили, что да, мы встретимся сегодня. Вот сегодня эта встреча произошла. Мы говорили достаточно подробно, там уже я не помню, когда я на часы смотрел и в связи с чем. Но все, что мы хотели обсудить, это было не на ходу, не на бегу, это было так основательно. Мы пообсуждали, причем погружаясь в детали сами. Мы с ним в основном дискутировали друг с другом и погружаясь в детали. Мне кажется, что мы добрались до понимания друг друга и до понимания проблем, перед которыми мы стоим. Но некоторые технические вещи нужно доработать. Если Керри Лавро удастся это сделать, значит, мы еще сделаем один шаг вперед по проблемам сирийского регулирования. Владимир Владимирович, агентство? Что, что? Пабрикс. А, Пабрикс. Ну, вы знаете, извините, пожалуйста, что я не ответил. Ну, каждая из стран какие-то проблемы когда-то испытывает. Сейчас мы видим, что в Бразилии происходят достаточно тяжелые внутриполитические процессы. Но и до этого накопились и вопросы экономического, социального характера. Это правда. Там их много, достаточно. Ну, Бразилия огромная страна. Вы понимаете, это в Латинской Америке крупнейшая держава с очень хорошими перспективами развития. Богатейшая страна, с очень талантливым народом. И у нас Брикс как складывался. Я вам напомню, когда у нас проходила восьмерка в Петербурге. Я тогда предложил встретиться премьер-министру и председателю КНР втроем. Ну, вы же знаете, тоже между соседями всегда есть проблемы какие-то. Но нам удалось договориться об этом. Мы встретились. А потом это начали институировать. Потом это начало превращаться в постоянный контакт. А потом к нам решили присоединиться и Бразилия, и Южная Африка. Мы посчитали все, что это очень хорошо, потому что раскрывает континент. И латиноамериканский, и южноамериканский, и Африку. Ну, у каждой страны есть какие-то проблемы. И у нас с вами тоже есть проблемы. И в Китае могут быть проблемы. И в Южноафриканской республике есть проблемы. Ну и что? Мы для этого и объединяемся, чтобы искать пути преодоления этих проблем. Вы позвольте. Агентство РИА Новости, Мария Глебова. Я хотела у вас спросить. Вы вчера встречались с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Каковы результаты этой встречи? Ваши впечатления от нее? И как вы считаете, есть ли перспективы на нормализацию отношений между двумя странами? И если есть, то какие? Я думаю, что это понятно. Премьер-министр только начинает работу. И еще нужно с внутренними вопросами разобраться. Но между Великобританией и Россией в свое время были очень устойчивые и полуформатные отношения. Мы готовы к ним вернуться. Вопрос не в нас, а вопрос в британской стороне. Мы отметили, что вот только что прошли мероприятия, связанные с юбилеем северных конвоев. Приезжала принцесса Анна. И у нас было немало проблем в прежней истории. Но были и такие моменты, которые, безусловно, нас объединяют до сих пор. Мы это помним, знаем. И мы готовы восстанавливать отношения с Великобританией. И идти с ними так далеко, как они этого захотят. Но навязывать, конечно, ничего не собираемся. Да и не можем. Мы же не можем за них решить, в каком объеме нам восстанавливать отношения. Но, тем не менее, скажем, где-то порядка 600 компаний из Великобритании работают на нашем рынке и уходить никуда не собираются. Есть совсем крупные компании. Ну, скажем, BP, как известно, является одним из крупнейших акционеров Роснефти. Много других работающих в отраслях. Ну, я думаю, что на этом этапе задача политического руководства обеих стран не мешать тем людям, которые занимаются нужным делом. Владимир Владимирович. Здравствуйте. Позвольте, в положении других двусторонних ваших переговоров. Все ждали, ну, по крайней мере, мы журналисты, сегодня на этом саммите, что вы проведете трусторонние переговоры с главами Франции и Германии. Но, как я понимаю, по их инициативе были проведены отдельные встречи. Главной темой, естественно, наверное, была Украина. Вот о чем удалось договориться. И вообще, раз вы, если вы уж по отдельности Украину обсуждали, каково будущее нормандского формата Александра Юноши, Клайф? Действительно, мы собирались встретиться втроем по их инициативе, а потом по их же инициативе встретились в двухстороннем формате. Связано это было с тем, что госпожа федеральный канцлер должна была в это время заниматься вопросами внутриполитического характера, как вы знаете, там выборы в одной зиме проходили. И она просто в этот момент была занята. Поэтому мы сначала начали с президентом Франции, когда закончили, и госпожа федеральный канцлер подошла. Ну, да, мы говорили в основном про украинский кризис. Что касается нормандского формата, хорошо это или плохо, но другого варианта хотя бы предпринять попытки урегулирования нет. И поэтому, конечно, Россия этот формат будет поддерживать. И вы будете общаться с Порошенко? Ну, наверное, куда деваться, придется общаться. Ну, значит, но я сказал и федеральному канцлеру, и президенту Франции, что вопрос не в том, чтобы встречаться или не встречаться. Вопрос в том, чтобы эти встречи наши вели к какому-то позитивному движению вперед на пути урегулирования. Не просто, я считаю, что бессмысленно просто отмечаться самим фактом встреч. У меня создалось впечатление, что просто так встречаться ради встреч никто и не хочет. Ну, может быть, кроме самого Порошенко. Я не знаю, я с ним уже давно не разговариваю. Владимир Владимирович, позвольте про Саудовскую Аравию и про ваши переговоры с Бен Салманом. Вы обсуждали, я так понимаю, и Сирию, и какие-то военные вопросы. И в то же время, насколько вы точно много говорили про нефть, потому что сегодня было объявлено о неком соглашении между Россией и Саудовской. Я говорю некое, потому что там нет все-таки конкретных параметров. Просто говорится о том, что две страны собираются вместе сотрудничать для балансировки нефтяного рынка. Но вот хотелось в этой связи про нефть чуть конкретнее у вас уточнить. Саудовцы все-таки говорят, что пока заморозка не нужна. А вы считаете, что она нужна? Когда? Сейчас вы скажете. Да, вот министр был на брифинге вместе. Мы говорим о том, что заморозка наиболее идеальный такой способ решения проблем балансировки цен на мировом нефтяном рынке. Саудовцы говорят, что пока это делать не надо. Все-таки, когда это должно быть сделано, должно ли это быть сделано, какого уровня цен на нефть вы хотите достигнуть за счет этого соглашения, которое вы сегодня заключили с Саудовской Аравией, министра России, министерства. И второй момент, потом после нефти, ответить еще немножко про Сирию. Все-таки конкретно вопросы военного сотрудничества Саудовской Аравии и США с Обамой вы проговаривали. И то соглашение с США по Сирии, о котором вы говорите, что возможно будет достигнуто, оно насколько амбициозно и позволит ли оно к совместным военным действиям, например, в Сирии привести? Спасибо. 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 Здравствуйте. Валенович, извините, о России и США. О России. Я, в принципе, уже говорил, мне представляется преждевременным сейчас говорить о каких-то параметрах наших договоренностей. Но я очень рассчитываю, что если договоренности достигнуты будут, а у меня есть основания полагать, что это может произойти в ближайшие несколько дней, то мы можем говорить о том, что наша совместная работа с Соединенными Штатами в борьбе с террористическими организациями, в том числе и на сирийском направлении, будет значительно улучшена и интенсифицирована. Спасибо. 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 Ну что же, здесь, наверное, не скажу ничего нового. Всем хорошо и так известно. Это объективные данные. Китай является сегодня лидером по темпам экономического роста и все очень внимательно наблюдают за тем, что происходит в Китае, в китайской экономике. Спасибо. Поэтому, если лидер, он и есть лидер, на него все смотрят и любой успех, я думаю, что даже в тех странах, которые имеют какое-то сложное предысторие отношений с Китаем, все равно не может не вызывать удовлетворения. Потому что это отражается на всей мировой экономике. Что же касается нас, то мы тем более этому радуемся, потому что Китай в страновом измерении самый крупный наш торгово-экономический партнер. Да, у нас немножко упали цифры по товарообороту, но нас это не смущает, потому что происходит нечто более важное, на мой взгляд. Что это более важное? Это изменение структуры нашего товарооборота. Он становится более благородным и происходит облагораживание этой структуры. Увеличивается количество машин и оборудования, которое мы поставляем из России на китайский рынок. И у нас есть очень крупные перспективные проекты в высокотехнологичных сферах. Это не только атомная энергетика, хотя это очень важно, но это и самолетостроение, это и космос, это и микроэлектроника. У нас очень много совместных направлений деятельности. И это тоже большой плюс в наших двухсторонних связей. Объем и диверсификация. И, конечно, Китай проделал колоссальную работу по подготовке двадцатки. И очень хорошо ее провел. Просто организованно и, вы знаете, с душой, я бы сказал. Организованно, с результатами. Потому что все, о чем мы договаривались, мы, несмотря на некоторые спорные вещи, обо всем договорились, все документы подписаны из души. Красиво. Ну так, как китайцы умеют это делать. Владимир Владимирович, здравствуйте. Информационное агентство ТАФС, Вероника Ичеткина. Скажите, обсуждалась ли проблема создания де-факто закрытых объединений, таких как Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, Транстихоокеанское партнерство? На ваш взгляд, проведение встреч, например, в формате двадцатки, насколько это эффективно, если ряд стран все равно действует по своим собственным правилам? И вот в таких условиях, на ваш взгляд, насколько Россия готова к конкуренции на глобальном рынке вот в таких непростых экономических условиях? Спасибо. Вы знаете, конечно, здесь нет решений, которые имели бы директивные указания для стран-участниц, юридически обязывающих решений. Двадцатка не принимает. Ну, многие такие форматы не принимают таких решений. Ну, практически никто не принимает. Но ценность таких обсуждений и таких документов в другом. Ценность в том, что они задают как бы тренд. Вот, допустим, сейчас китайское председательство выбрало в качестве основного вопроса – это обеспечение темпов долгосрочного роста за счет инноваций. И там мы о чем ведь говорили, я вот воспроизведу еще раз. Обмен информацией, обмен научными исследованиями, патентной защитой и так далее, цифровая экономика. Вот всем должно быть ясно, что для этого вида деятельности нужно дать зеленый свет. А если кто-то действует в другую сторону, он действует вопреки желанию мирового сообщества и как бы нарушает общепринятые нормы, пускай даже не обязательные. И вот эти тренды, они очень важны. Так что в этом есть определенная ценность, и не маленькая. Что касается готовности к конкуляции в таких общих условиях? А мы в этом заинтересованы. Вот как раз Россия в этом заинтересована. В обмене технологиями, инновациями, научными знаниями, даже в сфере образования. И нам здесь есть что предложить. Причем, вот посмотрите, допустим, мы вместе с европейцем, скажем, в Германии, делаем очень хорошую работу сейчас под Гамбургом, по-моему, там на быстрых нейтронах. Ну, понимаете, это уникальный проект и уникальные технологии. В основном наши, и мы их продвигаем на, в данном случае, европейский рынок для исследований и последующего, может быть, использования. И мы как раз заинтересованы и самим что-то предложить, и получить от партнеров то, в чем мы сами нуждаемся. Владимир Владимирович, можно вопрос, пожалуйста, я вам прозоро в Первый канал. Возвращаясь к сотрудничеству с Китаем и на площадках саммита, и в кулуарах, и перед его началом, фигурировала не раз тема касательно суда МГАГского относительно Южно-Китайского моря. И не раз эти территориальные споры комментировал и президент США Барак Обама еще до приезда на саммит. И китайская сторона, глава КНР Си Цзиньпин давала свой комментарий. Какова позиция России по этому вопросу? Хотелось бы услышать ваше мнение. И особый интерес, конечно, вызывает в контексте предстоящих морских учений российско-китайских, морского взаимодействия, которые пройдут как раз в акватории Южно-Китайского моря. Вы знаете, у нас с председателем Си Цзиньпинем сложились очень доверительные и добрые отношения, дружеские, я бы сказал. Но он никогда, я хочу это подчеркнуть, никогда не обращался ко мне с просьбой, как-то комментировать, как-то вмешиваться в этот вопрос. Никогда ничего подобного из его уст не звучало. Но, тем не менее, у нас, конечно, есть собственное мнение на этот счет. В чем оно заключается? Прежде всего, мы не вмешиваемся. И считаем, что вмешательство любой нерегиональной державы идет только во вред урегулированию этих вопросов. Вмешательство третьих нерегиональных держав, на мой взгляд, вредно и контрпродуктивно. Это первое. Второе. Что касается самого этого гаакского арбитража и его решения. Мы солидарно и поддерживаем позицию Китая по этому вопросу. О непризнании решения этого суда. И скажу почему. Это не политическая позиция, а чисто юридическая. Заключается она в том, что любые третейские разбирательства должны быть инициированы спорящими сторонами. А арбитражный суд должен выслушивать аргументы и позиции спорящих сторон. Как известно, Китай в арбитраж гаакский не обращался. И его позиции там никто не слушал. Как же можно признавать справедливыми эти решения? Мы поддерживаем позицию Китая по этому вопросу. Что касается учений, то они ничьих интересов не затрагивают, а идут на пользу безопасности как России, так и Китайской Народной Республики. Пожалуйста, можно подверительные отношения еще? Си Цзиньпинь попробовал мороженое? Понравилось ли оно ему? Я не знаю. Он был очень занят. Но мы ему передали мороженое. Когда я ему сказал, что я ему принес, он говорит, где мороженое. Так что мы ему передали уже. Какое мороженое? Какое мороженое? Если по-честному, не буду врать. Я не знаю. Вкусное, вкусное. Китайцы сказали там во Владивостоке, что вкусное. Мы, говорит, в Китае очень любим. Но мы взяли, ребята мои взяли, и сказали, что все у них есть, мы готовы передать. Я говорю, передавайте, что ждете. Пока сами не съели. Спасибо. Владимир Кобяков, телекомпания НТВ. Один вопрос, не связанный с саммитом, но который обсуждается последние дни. После смерти Ислама Каримова двигаются различные версии по поводу развития ситуации в Узбекистане. Каков ваш прогноз, как будут развиваться отношения Москвы и Ташкента в ближайшее время? Нет ли у вас опасений? Я надеюсь, что все, что сделало было Исламом Абдуганиевичем в плане выстраивания двухсторонних отношений между Россией и Узбекистаном, будет сохранено и будет развиваться дальше. Исламом Абдуганиевич очень много сделал для становления Узбекистана как независимого государства. И я думаю, что еще предстоит оценить все, что он сделал для страны. Можно по-разному оценивать разные моменты в новейшей истории Узбекистана. Но он сохранил стабильность в стране, он сохранил его поступательное развитие. Новые люди придут, они будут решать, что делать дальше. Я очень надеюсь на то, что им удастся сохранить эту самую стабильность, о которой я сказал. Для такой страны, как Узбекистан, это крайне важно. Это просто необходимо для самосохранения и будущего поступательного развития. Но и мы со своей стороны будем отвечать тем же. Сделаем все для того, чтобы двигаться вперед. Но я имею в виду наши очень добрые личные отношения. За все годы нашего знакомства и совместной работы, особенно за последние несколько лет, должен вам сказать, что Ислам Адганиевич совсем такой человеческую сторону, что ли, могу приоткрыть. Он очень по-доброму. У нас были очень добрые отношения. Он ко мне лично очень по-доброму относился. Он был постарше, как вы знаете. Он ко мне все время по имени обращался. на АТИ, когда мы были вдвоем. И вот я считаю, что для Узбекистана это большая потеря, конечно. И вообще это беда, когда человек из жизни уходит. Я думаю, что я завтра обязательно заеду, для того, чтобы поклониться его памяти. Спасибо большое.